Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. В настоящее время проводится реализация ценных бумаг регионального народного облигационного займа. На каких условиях и где можно приобрести облигации, а также куда будут направлены собранные средства, узнаем прямо сейчас. И в нашей студии исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки Риналь Мизитов и председатель общественного совета «Пременстрой» Самарской области Олег Никитенко. Здравствуйте, Риналь и Олег. Здравствуйте. Итак, скажите, пожалуйста, что же это за народные займы, о котором в последнее время так много говорят, и какова его история возникновения в нашем регионе? Почему он возник первый такой проект именно в нашем регионе? Олег, несколько слов. Или Риналь, пожалуйста. Я думаю, что проект «Пяти кварталов», реновация исторического центра достаточно значимый со всех точек зрения. Это значимо и для того, чтобы действительно у нас появились какие-то модели и примеры того, как комплексно можно не точно там один-два здания сделали, новое построили, отреставрировали. Комплексно переосмыслить какое-то историческое пространство. Недаром была выбрана территория, прилегающая к площади Куйбышева, потому что, ну, это, скажем, витрина нашего города, и здесь, безусловно, с нее надо начинать. И когда, в том числе, начались самые разные дискуссии о том, каким быть этому проекту, была и критика... Ну, ни один житель города равнодушно не относится к историческому центру, да, это объяснимо реально. Ну, и появилась еще такая мысль интересная, а почему, собственно говоря, людям, нашим гражданам, не поучаствовать в финансировании этого проекта? Тем более, что они так неравнодушны. Тем более, что можно не просто поучаствовать, но и на этом заработать. И, в общем-то, идея хорошая, то есть вместе в складчину попробовать реализовывать. Вот средства бюджета, вот средства банков, которые кредиты будут выдавать, вот средства САВЖИ, будут средства и частных инвесторов, которые будут на отдельные объекты привлекаться, и средства граждан. Да, нужно понимать, что это не только средства граждан, которые пойдут на реформацию. Средства граждан, вот если мы возьмем один из кварталов, первый квартал Е, так называемый, который прилегает к макаронной фабрике. В границе угол Садовой, Красноармейской, Самарской, Льва-Толстого. Вот там средства граждан планируется потратить 24%. Ну, нельзя за счет средств граждан сделать всю историю, это слишком большие риски. Но каждый, кто в этом поучаствует, у него будет возможность ежедневно наблюдать, как преобразовывается квартал, понимать, что он не просто зарабатывает там деньги, но он поучаствовал не просто даже... Социальная, гражданская позиция гражданина. Своим рублем вот в этом проекте. И немаловажно, что когда абсолютно справедливая, абсолютно живая идея Николая Ивановича Меркушкина, нашего губернатора, привлечь средства населения для реализации региональных проектов. Потому что сегодня, понимаете, как происходит. Вот мы все, конечно, какие-то сбережения имеем, у кого-то большие, у кого-то маленькие, но тем не менее что-то сберегаем. Но гарантии при этом... Банк привлекает депозиты, и эти денежки, которые он привлекал в качестве депозитов, это в качестве кредитов кому-то. Но мы не можем обеспечить, чтобы эта денежка осталась в нашем регионе. То есть мы отдали в банк деньги, а они могут быть выложены в Ленинградскую область, в какой-то инвестиционный проект. Все-таки, когда экономика немножко сжалась, а в каких-то моментах и сильно сжалась, лучше держать все в одном месте. И это механизм, который позволяет эту цепочку обойти, напрямую вложить. И проект «Пять кварталов» с точки зрения внутренней экономики, с точки зрения доходности, рентабельности, скорости реализации, он объективно хорошо вписался в эту идею. И он хорошо подошел с тем, что здесь достаточно серьезные гарантии, мы видим, сделать этот проект выгодным. И гарантия правительства области, вот это есть такая. Безусловно, я хотелось бы напомнить, что обеспечением облигационного займа выступает областное имущество. Да, вот это вот очень важно, потому что есть какое-то недоверие, вот когда мы слышим слово «облигация», «ваучер» и так далее, что что-то возникает. В облигационный займ встроено очень много механизмов, которые обеспечивают, скажем так, прозрачность для граждан гораздо более высокую, чем если бы это были какие-то другие формы инвестирования. Ну, понятно. Давайте поговорим все-таки об этом проекте «Пять кварталов», что он из себя представляет и на каком этапе реализации он сегодня. Вот, Риналь, хотелось бы от вас услышать, потому что вы уже говорили о нем много, но все-таки еще раз напомнить. Потому что хочется, чтобы горожане чувствовали действительно свое сопричастность, не только экономический свой личный интерес, да, вот как физическое лицо, я вложил под сколько-то процентов и вот получу столько-то денег через какое-то время, чтобы он видел результат и стал его участником. Что же представляет из себя этот проект? Да, Татьяна, напомню нашим телезрителям, проект включает в себя территорию пяти кварталов, непосредственно прилегающих к площади Куйбышева. Общая площадь застройки планируемая 27,5 гектар земли. В рамках проекта планируется создать не менее 250 тысяч квадратных метров недвижимости, как жилой, преимущественно жилой, так и объектов нежилой недвижимости. Включая встроенные детские сады, поликлиника, расширенное количество парковочных мест, в том числе подземные паркинги. Вот, то, чем сегодня страдает вообще. Одним словом, наша задача в рамках реализации этого проекта, когда мы его осмысливали, заключалась в том, чтобы не просто отстроить там Новоград, а все-таки вернуть туда полноценную жизнь со всем комплексом административно-бытовых функций, вернуть туда граждан и раскрыть эти кварталы для не только населения, не только для жителей города, но и для гостей столицы. Не будем забывать, что эти пять кварталов все-таки непосредственно прилегают к фан-зоне, площади Куйбыша фан-зона, к чемпионату мира по футболу. Для нас это мероприятие дополнительный стимул, дополнительный толчок в реализации нашего проекта. Если говорить о сроках реализации проекта, то мы в качестве сопутствующих задач ставили перед собой комплекс мероприятий, который бы позволил запустить так называемую цепную реакцию. Это не значит, что все пять кварталов будут застроены Самарским областным фондом жилья и ипотеки. Наша задача показать пример того, как это можно сделать, объединив все усилия. Хотелось бы отметить, что без участия Министерства управления финансовом Самарской области, Министерства управления имуществом Самарской области, конечно, облигационный займ бы не состоялся. Это большая, очень серьезная, кропотливая работа, которую, наверное, со стороны не видно. Мы облигационный займ готовили почти девять месяцев. Зарегистрировали его в Центральном банке Российской Федерации. Это уже показывает, насколько качественно проработан проект, потому что, не скрою, в рамках действующего законодательства можно было не идти в Центральный банк. Можно было все зарегистрировать в рамках, да, субъекта Российской Федерации. Тем не менее, мы сознательно пошли на эти затраты, трудозатраты, трудозатраты, понимая, что кредит доверия к проекту, к фонду, он должен быть, он есть, и мы не можем подвести граждан, не можем подвести нашего губернатора. Да, и все-таки вот такой, извините за меркантильность, такой вопрос. Вот сколько стоит стоимость одной облигации, ее значимость, да, вот в денежном отношении. И главное, какой интерес все-таки вот у человека, который будет вкладывать деньги свои вот в эту облигацию, что он получит в результате, кроме того, что он станет участником, сопричастным человеком, горожанином к застройке исторического центра, такой вот еще экономический, меркантильный интерес, так скажем. Ну, общий объем эмиссии составляет 510 миллионов рублей. Как правильно Олег отметил, это около 24% от общей потребности инвестиций в проект. Гражданин может просто заработать, купив облигацию, и ежеквартально получать с него купонный доход. Затем, предъявив их к выплате, получив свои средства обратно, плюс заработанную часть, да, 13%. 13%? Вот это важно озвучить, потому что... 13% в год. А, в год. Выплачивается ежеквартально, в любой момент можно предъявить облигацию к досрочному выкупу. Это такая форма голосования за проект. То есть, если я вот наблюдаю за ним 3 года, да, у меня какие-то сомнения появились, я в любой момент могу прийти в Самарский областный фунт жилья по тиксерам, слушайте, я что-то не верю. Выкупить обратно. При этом надо сказать, что проценты при этом никоим образом не сгорают. Это не как в банке, где если ты забираешь депозит раньше времени, то тебе выплачивают ставочку до востребования. Нет, здесь все в этом смысле проценты остаются. Да, прекрасные условия, надо сказать. И это некий момент, который стимулирует совжи. Если темпы, если за 3 года действия облигационного займа, вот первая очередь, вот в этом квартале, первая очередь застройки, реконструкции, реставрации не будет завершена, появляется риск, что люди придут за деньгами. И он не сможет отказать. Да, вот со всех сторон вы вот эти условия, конечно, рассмотрели, что очень радует. И будем надеяться, что это будет удачный, успешный проект. Но все-таки лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Предлагаю посмотреть сюжет, как все это начиналось, и потом продолжим разговор. Проект выпуска ценных бумаг народного облигационного займа можно назвать пилотным. Номинал одной облигации составит 60 тысяч рублей. Всего облигации выпустят 8,5 тысяч. Таким образом, общая сумма эмиссии составит 510 миллионов рублей. Эти средства пойдут на софинансирование инвестиционного проекта «Пять кварталов». Пять кварталов территория рядом с площадью Куйбышева. Цель проекта – реновация старой части Самары. Строить будут новое жилье. При этом ключевые объекты исторической застройки города сохранят и отреставрируют. Начнут преображение с квартала в границах улиц Самарской, Красноармейской, Льва-Толстого и Садовой. Строить будут не только жилье, но и новые инженерные сети, детские сады, поликлиники, библиотеки. Разнообразная застройка. Преимущественно, все-таки, проект упаковывался и формировался как проект жилищный. Наша задача была оживить эти кварталы, вернуть в них жизнь, сделать там комфортное жилье, а также привнести туда новые функции социально-бытовые, которых сегодня там нет. Кроме бюджетных средств, на реализацию проекта пойдут и деньги облигационного займа. Вкладывать в ценные бумаги выгодно. Доход – 13% годовых. Рассчитан проект до конца 2019 года. Тогда же будет завершен и первый этап строительства. В Самарской области – это старт нового финансового инструмента. И здесь регион в передовиках в стране. Из четырех десятков заявок Центробанк одобрил именно самарское предложение. Первым участником проекта стал Николай Меркушкин. В перспективе – реализация более крупного проекта с использованием облигаций. Сейчас готовится второй основной проект. Он может быть в десятки, а может быть и в несколько десятков раз больше, где мы будем реализовывать очень широкий спектр проблем, которые есть в области, и в том числе направлять средства на развитие. То есть долгосрочные средства на развитие, на создание новых рабочих мест, на проекты инновационные. Каждый рубль этих средств, он должен только идти в дело. Только. И это увидят люди, будет интерес дополнительный. Номинал новых облигаций будет разным, что сделает инвестиции более доступными. А главное, кроме дохода от вложений, люди будут реально видеть, на что пошли инвестиции и даже выбирать тот или иной проект. На каком этапе реализации сегодня проект «Пять кварталов»? Что уже изменилось? Вот для тех людей, кто не так часто посещает исторический центр, что сегодня там проводится? Какие работы? Предварительно или уже что-то там построили? Или уже что-то заложили? Какие-то фундаменты? Татьяна, сейчас мы находимся на так называемом прединвестиционном этапе реализации проекта. Тот этап, который еще до банка не готов, но тем не менее объем и масштаб работы, он колоссален. Это подготовка всей градостроительной документации, решение проблем с кадарством недвижимости, соответственно, приведение в порядок всех тех сведений, которые там сегодня есть по факту, и которые сегодня не сопоставимы с документами. Разработка проекта планировки территории, изменение в правила землепользования застройки территории, в генеральный план города Самары. Все эти работы на завершающей стадии. Проект планировки разработан, внесен на рассмотрение в администрацию города. Внесены изменения в генплан. Проходят согласования изменения в правила землепользования застройки. Ведется очень серьезная работа с привлечением ведущих экспертов московских по снятию ограничений в части охраны памятников и ограничений в части зоны градорегулирования. Потому что памятники, исторические памятники – это тот предмет, который обойти нам не удастся. Мы сознательно пошли на это. Все памятники будут в проекте реставрированы. С тем, чтобы к ним подступиться, необходимо пройти тоже очень серьезный путь в плане документарном, согласовательном, в том числе через Министерство культуры Российской Федерации. Эти все процессы запущены, и мы ставим перед собой задачу до конца этого года и до середины 2017-го эту работу завершить. Это позволит нам выходить на объемное проектирование и фактическое строительство. Все мы прекрасно представляем, что сегодня, как выглядит центр, там очень много частных вот этих вот домов, которые вызывают много нареканий и каких-то болезненных таких реагирований. Там есть жильцы, жители. Понятно, что все они на своих вот этих вот территориях не останутся. Что будет с ними, какие предложения для них прозвучат, или уже, значит, с ними ведется как-то работа. Потому что работать с людьми, как мы всегда знаем, что это всегда очень сложно, и часто возникает много проблем, о которых даже, может, пока никто и не задумывается. Я бы вот избегал таких вот выражений, фраз, что они там не останутся. Останутся? На самом деле, ведь когда мы говорим о расселении, исторической части города... Переселение. Мы должны очень по-разному относиться к разным территориям. У нас ведь на территории исторического центра разные дома есть, построенные давно, но их состояние и с точки зрения физической сохранности, и с точки зрения возможности адаптировать их к современным стандартам, тоже разное. Вот пять кварталов вокруг площади Куйбышево, в смысле пригодности того, что на сегодняшний день является жилыми домами, конечно, находится в очень критическом состоянии. Вот когда Самарский боссофон жилья и ипотеки, мы много раз анализировали, ну, так нельзя жить. Когда одна семья живет в девяти квадратных метрах в коммунальной квартире, даже если мы этот дом отреставрируем, извините, ну, это просто неуважение к жителям. И вопрос сразу встал о том, что пока не построено жилье внутри пяти кварталов, в первую очередь нужно будет предложить достойное жилье не очень далеко от этого места. Да. И вот тот квартал, в котором планируется, в том числе, реализация проекта с участием средств облигационного взаима, практически завершено переселение тех граждан. Они сами выбрали квартиру. Да, безусловно. Мы понимаем, что бюджет ограничен, и мы не можем позволить потратить вот столько, сколько. Тем более, что мы не должны забывать, что бюджетные деньги, выделенные на переселение граждан, они возвратные. То есть они не будут закопаны. Самарский областной фонд жилья и ипотеки после того, как будет построено там жилье, объекты нежилья, паркинги, после продажи этих объектов, эту сумму должен восстановить и потратить снова на те же цели. Поэтому, условно говоря, это некий ограничитель, и надо отдать должное 90% граждан с пониманием к этому относятся. Потому что это, собственно говоря, в том числе и их деньги, деньги налогоплательщиков. Поэтому вот здесь вот такой вот идет очень серьезный процесс. Когда внутри будет жилье, безусловно, появится возможность предложить, потому что 15-20% людей, для них критически важно остаться прямо здесь. Это связано с социальными связями, это связано с тем, что они здесь исторически проживают. Ну, у всех своих. Когда появится для этого возможность, такое предложение, такая опция будет реализована. Безусловно, а с точки зрения возможности вот те строения сделать жилыми, ну, мы понимаем, что есть стандарты, есть строительные нормы, есть жилищные нормы, пожарные нормы. Здесь, конечно, будет тяжело. И несмотря на это, проект предусматривает комплексную реконструкцию, реставрацию, там где-то речь идет о памятниках исторической застройки, и приданием новых функций. Они уже не будут жилыми. Там будут какие-то пространства выставочные, музейные. Где-то это социально ориентированный бизнес, то есть образовательные какие-то проекты, там курсы изучения языка, или там йоги, или еще чего-то. И, безусловно, коммерческие, потому что понятно, что нужны и кафе, и рестораны, и парикмахерские, и салоны красоты. Да, такой вот европейский образ такого европейского города сразу возникает. Там же все это есть представлено. И вот такая направленность. Будем надеяться, что... Да. Я хотела еще вот одна болезненная тема. Этажность застройки. У многих вызывает многоэтажки реакцию такую болезненную в центре города, именно в исторической части. Насколько высоки будут этажи устроений в исторической части? Насколько это оправдано? Если это действительно многоэтажные жилые дома будут, или что? Что еще? Что там возникнет? Здесь я могу с уверенностью сказать, что мы четко вписываемся в требования федерального законодательства, и в рамках нашего проекта не будет ни одного здания выше 35 метров. Это 11 этажей. Я так подумаю, этажей 35 метров. Нет, нет, нет. Это 11 этажей. Более того, эти 11 этажей мы посадили внутри кварталов. Таким образом, что любому пешеходу они видны вообще не будут. И мы от улиц этажность повышаем к середине квартала. Это очень важно. Но вы уже озвучили, что будут и парковки. А каким образом вы решите эту проблему? Ведь территория там, прямо, скажем, ограничена, да, в историческом центре? Что это? Что будет за парковки? Тоже еще один болезненный вопрос. Другого варианта, как уйти под землю, нет. По большому счету, вот в тех кварталах, которые сегодня предполагаются первоочередной реализацией, практически вся территория квартала, почти вся эта подземная парка. Планируется вот дополнительно использовать сквьер, который рядом с музеем Алабина находится. Там тоже планируется парковка, которая нужна даже не столько с точки зрения обеспечения жителей, сколько для того, чтобы люди, приезжающие в центр города, оставили там автомобили и дальше смогли гулять по улицам Красноармейской, Молдогвардейской, пойти на площадь Куйбышева. Ну, то есть вот, может быть, это будет, надеемся, будет первый опыт такой вот классической европейской парковки перед центром города, где ты оставил машину. И, потому что мы, я не могу не согласиться с опасениями, да, что, скажем так, насыщение исторического центра коммерческими деловыми функциями всегда приводит к перегрузке автотранспорта. Но, с другой стороны, мы, даже если мы пересадим всех на общественные транспорты, мы же понимаем, что город у нас большой. И у нас, тем более, что мы говорим сейчас, что у Самарта летинская агломерация. Люди приезжают издалека, из пригородов, и сказать, что все давайте ездить только на общественном транспорте, ну, это чересчур. И, в общем-то, во всех европейских городах в свое время реализованы были проекты, что около исторических центров всегда есть несколько подземных паркингов, где люди оставляют свои машины. Вы побыстрее хочете даже увидеть, как это будет. Наверное, хорошо бы вообще такой общественный транспорт, который по своему комфорту и скорости превосходил личный автомобиль. Но давайте будем честнее перед собой, мы должны на это заработать. То есть мы должны достичь того уровня социально-экономического развития, когда мы сможем это позволить. Пока, вот и в этом смысле, в чем значение проекта Пятикварталов, это компромисс между теми возможностями экономическими, которые сегодня у нас есть, мы их мобилизуем. И, скажем так, задачей максимально бережно относиться. Потому что уже есть, да. И мы понимаем, что вот не случайно, Ринальд говорил, вот некой цепной реакцией, пусть это будет стартовый проект, пусть остальные будут лучше. И они будут лучше, потому что за счет реновации, за счет появления новых функций, новой недвижимости будет привлекательный центр. Следовательно, каждая следующая очередь, каждый следующий квартал, он, конечно, будет привлекать больше инвесторов, больше людей. И, конечно, там появится возможность сделать еще интереснее, еще лучше. Но в этом смысле с чего-то надо начинать. Да, да, да. И давайте вернемся все-таки к народному займу. Как вы можете проанализировать первые поступления, насколько высок, так скажем, или невысок интерес физических, юридических лиц, которые заинтересовались приобретением этих облигаций, вложением в такую идею своих средств? Есть уже какие-то первые результаты? Что вы можете сказать? Да, конечно. Да, конечно. Основная часть тех, кто уже приобрели облигации, это физлица. Для нас это очень отрадно. Да? Конечно. Это показатель того, что мы услышаны, что люди нам доверяют. Пока объем размещенных облигаций около 5 миллионов. Это, я думаю, небольшая, это, казалось бы, небольшая цифра, но, тем не менее, я считаю, что это хороший результат за неделю работы. Вот. Поступают предложения от юрлиц. По юрлицам чуть-чуть другая процедура, проверка всей документации заявочной. Тем не менее, такие переговоры сейчас ведутся. Это и кредитные учреждения, и инвестиционные компании. Да, ну хорошо, что проект пошел в народ, так скажем, раз у вас большинство все-таки физических лиц приобрели облигации. Давайте посмотрим сюжет с последними данными и продолжим разговор. Самарцы сами построят свой город и получат от этого доход. Проект «Народный займ» должен стать выгодным для всех. Покупка облигаций со ставкой в 13% годовых принесет прибыль вкладчикам и позволит реализовать социально значимые проекты. Здесь, в границах улиц Красноармейская, Самарская, Садовая и Льва Толстого начнется проект реновации старой части Самары «Пять кварталов». Буквально через два года здесь развернется активное строительство. Появится 35 тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, вся инфраструктура. А памятники архитектуры сохранят и отреставрируют. «Пять кварталов» объединяет планы и требования и жителей, и областных властей. Город обновляется. Это будет не разрозненная точечная застройка, а целый квартал со своим стилем. При этом самарцы получают новое жилье по всем современным требованиям, а также площадки для культурного отдыха и развития. Задача не просто построить, а преобразить и сохранить ценное. Проект «Пять кварталов» в чем в особенности? Попытка примирить эти подходы с пониманием наших возможностей города, возможностей наших граждан, возможностей бизнеса, возможностей государства. Проект надежный. Его реализацию правительство Самарской области обеспечило залогом. Облигации можно передать по наследству, продать, подарить или вернуть. Все риски, которые связаны с возможным досрочным явлением облигаций погашения, также учтены в бюджете проекта. Самой главной задачей такого механизма привлечения средств населения мы увидели в том, чтобы, во-первых, предложить понятный проект, который бы был и актуален, которого бы все ждали, и в то же время все-таки не забывать о финансовой и экономической составляющей и проекта, и такой формы привлечения средств. За три дня поступило более 70 заявок на покупку облигаций от организации и от простых самарцев. Взаимнародный полностью оправдывает свое название. Приоритет отдается не коммерческим структурам или банкам, а людям. Она, безусловно, будет доедет. Мы этого ждем, к этому стремимся и хотим достойно представить и наш город, и проект, который реализуется. Какие планы есть к этому моменту? Ну, надо, конечно, понимать, что чудес не бывает. Да, да, но все-таки. И вот когда мы начинали пять кварталов, да, все-таки, и планировали проект немножко в других экономических условиях, сейчас понимаем, что несколько замедлился. Задача минимума – это, безусловно, на этой территории, чтобы появилась современная гостиница и благоустроена была территория вокруг. Безусловно, те здания, которые планируются к сохранению, удалось решить вопрос хотя бы, ну, на первом этапе с фасадами, потому что здесь вот все, в общем-то, те здания, которые находятся. Ну, в настоящий момент, ведь вот у нас там есть… Очень коротко, у нас время прямо буквально секунды остается, то есть… Навести минимальный порядок, да, и уже к этому моменту, чтобы у нас в нашем квартале, который вот первый, квартал Е, появилась первая объекта, ну, скажем так, жители увидели их… Своими глазами. Первый объект. Что это будет за объект? Жилье. Жилье. Спасибо огромное за то, что пришли. Хочется пожелать эффективности в реализации и продуманности, чтобы все детали были продуманы и реализованы. Главное, чтобы никто не мешал. Ценное замечание. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.